И никто мне слова не сказал, это дорого, это считалось нормой, это было потрясающе, и в этом отношении было... Скажите, вот сейчас меня навели на совсем другую мысль, миф, Ленин любил музыку, там слушал, ну да, это нам так показывали в кино и прочее, а как вы думаете, а Сталин любил классическую музыку? Сталин ведь грузин, я никогда в жизни, вот сейчас разговариваю с вами, ни от кого не слышал, что Сталин, скажем, любил Рахманинова, или его грузинские мотивы в рахманиновской музыке, хотя казалось бы, он должен был это любить. Знаете, мне кажется, что здесь есть потрясающая одна вещь. Как вы думаете, Ким Ир Сен, вождь корейского народа, любил рыбную ловлю или сталелитейную работу? Он же руководил на месте работой сталелитейных комбинатов, рыболовецкими траулерами, то есть он руководил на месте всеми отраслями. Сталин, как корифей всех наук, обязан был руководить и балетом, и музыкой, и советскими композиторами, и ветераторами. Ну, балет он зазримый, а классическая музыка... Вы слышали, чтобы Сталин ходил на классические концерты? Слышал он, даже понимал участие в каких-то разговорах о Шостаковиче и так далее. Нет, это он о разговорах-то, может, и принимал, но вот я не помню, чтобы... Вы знаете, Владимир, у меня такое ощущение... Вот был ли Сталин в консерватории? Вряд ли, вряд ли. У меня такое ощущение, что Сталин это мистическая личность, до сих пор до конца непонятая, нераскрытая. Совершенно страшнее еще, чем мы думаем, может быть, даже. И никаких чисто человеческих качеств для себя у него не было. Если бы он даже пошел на концерт, в большой зал консерватории, то это значит, что у него была какая-то политическая цель. Где-то нужно было показаться и стать руководителем этого зала тоже. Ну, бог с ними. Кстати, я не припомню, чтобы Брежнев или кто там дальше, или Горбачев были в консерватории. Наверное, были, может быть, но я не припомню, чтобы это было так. Можно я вам скажу одну очень смешную вещь? Однажды премьер-министра Швеции Йорана Персона спрашивали, был такой быстрый опросник, белое вино или красное, отдых в Швеции или на Крите и так далее. Нужно ответить, так или так, да или нет. И вот у него спрашивают, Моцарт или Битлз? Ой, страшный вопрос. И вот тут Персон, вот премьер-министр, да, он знает, что если он скажет Битлз, его выберут, потому что это поколение Битлз, это те люди, его ровесники, которые жили в молодости на Битлз. Он говорит, и все-таки Моцарт. То есть, если вы меня ставите в такие условия, то я не могу. Я вас не ставлю, но хочу вам возразить, потому что, вы знаете, сейчас закончился этот проект, чудовищное имя Россия, где выиграл Александр Невский, а Сталин на втором месте. Хотя, насколько я знаю, Сталин выиграл с большим отриумом, но не важно. Но подобный проект был в Англии, и был опрос такой еще помимо телевидения, и в финал вышли Джон Леннон и Уинстон Черчилль. И выиграл Леннон. У меня нет никаких сомнений. Хотя у них, вроде бы, казалось, был и Шекспир, и прочее. А надо было придумать Александра Невского. Кто его знает, этого Александра Невского? Ну, ладно, бог с ними. Ну, знаете, по этому поводу у меня есть только одна мысль. Вот мы сейчас говорим о кризисе. Вот вам и причина кризиса. Когда-то Маркс сказал, бытие определяет сознание. На самом деле, сознание определяет бытие. И вот наше сознание, Джона Ленноновское и Сталинское, оно выбрало кризис. Потому что сознание определяет бытие только у человека. У лошадей бытие стоило определяет сознание. То есть, вот где путаница. Вот вы сейчас дотронули тему кризиса. Да, я бы хотел, безусловно, говорить с вами. Но думал, черт с ним, с этим кризисом. Вы что, считаете, что этот кризис коснулся культуры сейчас? Вот в эти дни? Нет. В эти дни это просто проявление нашей культуры. Нет. Я же говорю о том, что кризис культуры, кризис сознания, кризис риторики, кризис музыки, он коснулся кризиса материального. То есть, мы настолько недодумали, настолько неинтеллектуальный в нашей массе, настолько не музыкальный, настолько попсовый и конвейерный, что в результате мы начали ломать свое материальное существо. Объясните мне, пожалуйста, почему вы считаете, что мы здесь в России попсовее, чем те, кто живет в Швеции или в Голландии? Когда я говорю мы, я имею в виду нашу цивилизацию, если бы это была только Россия. В России просто это больнее всегда проходит, потому что Россия экстремальная страна. Для меня, ну пусть не главным критерием, но каким-то одним из критериев культурного любопытства людей является канал Арте, тот, который в Германии называется Арте, и во Франции. И есть аналог наш канал культуры. Так вот, канал культуры смотрит, во всяком случае, в два раза больше населения в процентном отношении, нежели во Франции, и тем более в Германии. В Германии уже совсем упал уровень Арте. Не забывайте, пожалуйста, что в Германии, в каждом маленьком и большом городе, каждый вечер в 50-60 церквях играют пианисты, скрипачи, сонаты, трио, квартеты, квинтеты, и половина, ну не половина, треть населения каждый вечер на концерте. Вот я на концерте в 5000-м городе, Коперберг в Швеции. Там играет местный симфонический оркестр и поет местная капелла. В программе концерт Моцарта для фортепиано с оркестром и мясо Шуберта. В городе население 5000, из которых 600 человек сидит в зале и 200 человек участвуют на сцене. А остальные с грудными детьми сидят, остальные не могут выехать, потому что плохо себя чувствуют и так далее. То есть вот речь идет о чем. А зачем им слушать канал, когда у них живая в 5000-м городе, живой концертный зал с живыми концертными исполнителями? Поэтому в свободное время можно и канал РТ. Могу вам сказать, что фильмы «Свободный полет» наши, которые по ТВЦ показывают в 5 часов утра, в 3 часа ночи, в час ночи или в 3 часа дня, самое нерейтинговое время. В Швеции показали в субботу в 7 вечера, повтор в воскресенье в 8 вечера. Ну уж вы уж у нас в субботу, извините, субботний вечер на РТР. Куда же вы говорите о своей классике? Вы что, у нас Киркоров в это время? Ну да. Ну зачем? Вот так и есть. Это самый рейтинговый у нас проект, субботний вечер на РТР. Я там один раз снялся, у меня 3 года показывают, как я рукой машу. Как будто я на все концерты хожу. Да, я только напомню слушателям, что это программа «Рандеву с дилетантом» и в студию Владимира Молчанова. Михаил Казиник. Вы прекрасно знаете, кто это такой, поэтому я не буду вам снова объяснять. Вы его и так слушаете постоянно на нашем радио. Вы знаете, у меня был фильм, который назывался «Россия. Пушкин. Век 20-й». Мы с женой сели, надо было дочери написать сочинение, когда она в 10-м классе училась по Пушкину. Мы взяли в деревню 10 томов Пушкина и сели, 5 томов у нее, 5 томов у меня. Два вечера посидели, потом посмотрели друг на друга и написали за одну ночь сценарий. Это вся история России 20-го века от убийства царя до агрессии убийства в Чечне, но только стихами Пушкина и документальной картинкой. И меня поэтому очень шокировало ваше высказывание, что никто, не потрясающий Смуктуновский, вообще никто в России, произнося тексты Пушкина, не понимает, что говорит. Да, это, конечно, высказывание резкое, но просто мне кажется, что маленькая трагедия не понята ни театральными режиссерами, ни актерами, и поэтому так она и играется. Все равно до причин убийства Пушкинского садея не добираются, не наблюдают очень важных вещей. Понимаете, скажем, все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше, имея в виду отрицание Бога. Если правды нет выше, значит нет Бога. А потом вдруг падает на колени перед Моцартом и говорит, ты Моцарт Бог, и сам того не знаешь. Моцарт ему отвечает, что есть, хочет. Божество проголодалось. Вот тогда-то приходит идея убить, а не просто подвергнуть какому-то негодованию или чему-то. Убить, потому что Сальери нашел Бога, а Бог издевается над ним. Значит, Бога опять нет, а раз Бога нет, значит, все дозволено, выражаясь языком будущего Достоевского, который в значительной степени строит свое творчество на Моцарте и Сальери, я об этом убежден. И многие проговоренные вещи, и музыка, и все, там путаница полная. Потому что, ведь когда Сальери, скажем, говорит такую простую вещь, как некий Херувим, нам несколько занес он песен райских, то тот, кто говорит, не понимает, что ведь нищий скрипач играл Керубина. А Керубин это и есть Херувим, а это сам Моцарт. Поэтому ты, Моцарт, не достоин сам себя, потому что ты Керубина, ты Херувим, и ты издеваешься над собой, позволяя нищему скрипачу играть, пародировать твою купель, твое величие, твою чистоту. Понимаете, для этого нужно хорошо знать музыку. Нужно знать, почему Керубина там поет это все. Почему именно Пушкин берет эту музыку, а не какую-то другую. Понимаете, там же масса всяких тонкостей, чисто музыканских. А беда в том, что литературоведы не так знают музыку. Музыканты не так хорошо знают литературу. А театралы немножко знают там и немножко знают там. Даже Римский Корсаков и то совершил жуткую глупость, когда он написал Моцарт и Сальери, и включил то собственного сочинения музыку. Или когда Моцарт играет для Сальери музыку, после которой Сальери говорит, какая глубина, какая смелость и какая стройность, а звучит слабая примитивная музыка в стиле Моцарта, а-ля Моцарт. Я понял. В общем, невысоко вы цените наших пушкинистов. Может быть, и справедливо. А теперь ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Вот возвращаясь к этому проекту «Имя Россия», ведь все-таки при такой чудовищной истории русской, почему они не проголосовали за Пушкина как национального лидера, самого любимого русского, не знаю там. Почему? Дорогой Владимир, у меня есть такая пословица. Я этого понять не мог. У меня есть такая пословица. Кто хуже и страшнее раба? Бывший раб. Бывший раб страшнее раба. Посткоммунизм страшнее коммунизма. Почему? Потому что раб не понимал, насколько он счастлив. Ему давали завтрак, обед и ужин. Вовремя приводили женщину. И тут же вовремя уводили. Не надо было разговаривать с ней еще после этого. Она не обиделась бы. Вот. После того, как раба освободили, ему сказали, ты свободен. Он счастлив. Пять минут. А потом, кто принесет завтрак? Завтрак надо добыть. А кто даст женщину? А женщина попробует патрицианку уговорить. У него нет риторики. Он не учился. Он не был в академиях Платона. Он не знает риторики. И женщина посмотрит на него презрительно, патрицианка. Понимаете, что случилось? Он становится агрессивным. Он должен украсть завтрак, украсть обед, украсть ужин, изнасиловать женщину. Потому что он бывший раб. Он не свободен. Он был свободнее, потому что у него было расписание. И он знал, что ему не нужно думать о хлебе насущном. Хозяин об этом думал. Так вот, отвечая на ваш вопрос. После того, как все освободились, Пушкин из официального гения превратился в человека, которого можно соразмерить с самим собой. То есть то, чего он больше всего боялся. Помните, говорил, что врете он мягозок и низок, но не так, как вы. Все обрадовались и стали теперь рассказывать о том, как Пушкин спал, с кем он спал, какой он безнравственный, что он сделал и так далее. И огромное количество людей, читавших раньше и поклонявшихся Пушкину, очень рассердились. Потому что та легенда Пушкина, как легенда Ленина, она провалилась. Хотя на самом деле Пушкин был по-прежнему высоким, грандиозным. Но литература, посмотрите, 90% подлинный Пушкин, раскрытый Пушкин, настоящий Пушкин. Посмотрите, зайдите в книжный магазин, там уже нет Пушкина. Там уже люди, которые упражняются в том, чтобы рассказать и подсмотреть в замочную скважину. Как же он все-таки был. Я не совсем с вами согласен, поскольку я никогда не полагал, что пьянство и блуд есть недостатки кумиров в глазах русского населения. Вы знаете, русское население потеряло Пушкина как идею, как национального гения. Ведь помните, Гоголь сказал, что Пушкин русский человек будущего. И вдруг выяснилось, что русский человек будущего вот такой, такой, такой и такой. И в результате случилось невероятное. Многие люди как бы потеряли этого Пушкина, разочаровались в нем, потому что раньше было Пушкин наше все. Вот он правда наше все. Но сегодня, вот в этот день, в это время, сегодня, когда поэзия не в части, когда стихи не читают, когда тиражи стихов уже не 100 тысяч экземпляров, а 3 тысячи, и они лежат на полках, когда поэты издают стихи за свой счет, когда я благодаря вот этим фильмам общаюсь с удивительными людьми, живущими в русской провинции, гениальными, если бы я их сейчас вот имел возможность материальную, пригласить их всех в Москву и показать, какие настоящие люди есть в России, какая глубина, какие поэты, какие мыслители, кто сидит в Мурманске, кто сидит в сибирской деревне, в Омске, и как они страдают из-за этого телевидения, из-за того, что происходит, из-за масс-медиа, из-за того, что им показывают в Сибири или в Омске. Понимаете, как они страдают, если бы этим людям дать, подлинным русским людям, талантливым, грандиозным, дать экран, дать возможность говорить. Вы себе не представляете, какой будет... Так ведь давали. И мы начинали, в 87-м году мы начали новую эпоху телевидения, сломав старое телевидение. Мы начали вот эти культурные программы, и Пятое колесо, и до и после полуночи, мы начали трансляции церковные. И говорить мог кто угодно, но к чему это привело? Кто угодно опять не мог говорить. Я помню, мы с Листьевым стояли там, вот в Останкиной, на лечной площадке, и разговаривали несколько часов. Мы выкурили по две пачки сигарет. И Листьев сказал, Господи, все ясно, мы с вами все перевернем, все ясно, давайте назначать встречу. Но я приехал в тот день, когда его хоронили. Потому что я ему наговорил такого, я начал вообще с того, что неправильно говорить у Крылова, а Ларчик просто открывался. Нужно говорить, а Ларчик просто открывался. Он просто открывался, крыски не было. Если просто, вопрос как? Я ему тогда сказал, что курочка ряба несет золотое яичко, а дед и баба его бьют. Почему бьют? Что, слиток золота, яйцо фаберже? А это прича о шансе. Однажды в жизни курочка несет золотое, а дед и баба ведут себя в соответствии с предварительной установкой и жарить яичницу. Мышка хвостиком, это тест. Разбилась, что будут делать? Плачут. Почему плачут? Потому что погибло яйцо фаберже? Нет, потому что без яичницы остались. И тогда курочки на мораль, не плачьте, а не дед, не баба, кручу виска. Я вам снесу то, что вы заслуживаете. Простое. Вот то, что все вокруг нас, на самом деле, не так. Понимаете, вот мы строим свою жизнь на каких-то принципиальных ошибках в фундаменте. Ну, я задаю простой вопрос. Как нужно изобразить змею, которая протягивает еве яблоко? Говорит, ну как, вот так, как все художники, обвившиеся вокруг дерева. Как на аптеках. Да, а я говорю, да неправда. Бог за то, что Ева и Адам съели яблоко. Только после этого змею сказал, будешь ползать на брюхе и есть прах. А до этого змей, может быть, выглядел как самая красивая женщина, как Мона Лиза. Две женщины разговаривали между собой, и женщина-змей говорит, возьми, возьми, ты не умрешь. Ты познаешь добро и зло, ты узнаешь любовь, в конце концов. Возьми. А Бог приходит, говорит, ага, ты такая красивая змея, да? А вот теперь раз, бамц. А все художники как сговорились? Не задумываются о том, что неправильно читают. Понимаете, даже такой фундаментальный. Великий Дюрер, гениальные художники изображают змею вокруг дерева, протягивающей яблоко. Извините, змея стала змеей после грехопадения. То есть все, вот заметьте, простейшие вещи, которые я говорю, они как бы не проверены. И есть вещи, на которых мы строим свое здание. Великое здание неправильности, неточности. И когда здание строится на фундаменте стрещины, начинается разрушение самого здания. То же самое с искусством.